МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе к нам в фонд поступила очень внушительная сумма по совместному проекту ОНФ помощи и волонтеров-медиков. Нам поступило 10 миллионов рублей, которые будут направлены на покупку 20 тысяч продуктовых наборов. И все эти продуктовые наборы мы должны будем раздать одинокопроживающим пожилым людям. Главная задача, чтобы эти наборы дошли до тех, кто в этой помощи нуждается. К работе государственных и некоммерческих структур подключились и предприятия малого и среднего бизнеса. Так некоторые из них, объединившись, готовят благотворительные горячие обеды. Опять же, для пожилых и малообеспеченных. Главная задача дает списки адресов без именов, без мобилей, без контактов. Где-то посты все-таки разъединяются, персональные данные. Просто адрес, куда-то отвезти в 8-й соцсобородник. И это выразилось, ну, юридически, что старый, например, представляет. Это платформа, где-то, знаете, все-таки адресовывали, недолго продали. Увеличено число каналов психологической помощи по телефону. Сформированы бригады геронтологов для работы с пожилыми людьми на дому. Сегодняшняя ситуация нам показывает, что люди готовы помогать друг другу. И самое главное сегодня нам первое – это, конечно же, не допустить дублирования той помощи, которая есть, чтобы охватить как можно больше людей. И второй очень важный момент – не пропустить никого, кто в этом нуждается. Для того, чтобы обеспечить всех школьников возможностью дистанционно обучаться, в регионе запущен проект «Компшеринг». Для его реализации в рамках встреч было подписано соглашение о сотрудничестве между полномоченным по правам ребенка, профильным министерством и региональным отделением «Красный крест». Теперь граждане, у которых есть свободная, неиспользованная компьютерная техника, могут передать ее нуждающимся детям через «Красный крест» – оператора проекта, расположенного по адресу улица Гагарина, 1. Или обратиться, оставить заявку в министерстве. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ. Продолжение следует...